Друзья, привет! С вами Forrest Home. И сегодня я бы хотел вам рассказать про прицел для блочного лука от компании, которая появилась в 90-е годы прошлого столетия в Техасе. Взлет компании начался с того, что они первыми стали использовать светодиодные технологии и подсвечивающие волокно в прицельных системах. Сегодня они делают мушки, они делают оптику, прицельные всякие аксессуары, сами прицелы для стрелков из огнестрельного оружия. В том числе у них два района производства. Все коллиматоры, прицелы и все, что с этим связано для огнестрела, производится в Техасе. Все, что касается арчи-репродукции боухатинга, прицелы, полочки для блочных луков. Также у них есть в ассортименте два вида бродхедов. Двулезвийник фиксированный, насколько я помню, и раскрывашка. Это производство в Китае. Не надо этого бояться, в Китае сегодня очень-очень хорошее оборудование, высококлассные специалисты, и контроль со стороны компании обеспечивают хорошее качество. Итак, сегодня у нас на обзоре прицел от компании Тругло Рейндж Ровер ПРО. Друзья, давайте рассмотрим прицел со всех сторон. В комплекте, конечно, будут шкалы для наклеек. Можно будет готовые наклеивать, можно будет потом распечатать свои, потому что у всех разные стрелы, разный вес, разный спайн. Может, не подойдут те, которые в комплекте. Итак, давайте посмотрим по прицелу, по регулировочкам. Начнем со скопа. Значит, вот у нас кольцо прицела. В середине установлен светодиод. У него более 10 режимов по яркости. Давайте я вам покажу. И поехали. Вот он ярче, ярче. Оп, выключился. Пошел ярче, 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 ярче. Выключаем. Так, пузырек это штатно. Одна из фишек этого прицела. Его можно перебрать и собрать для леворукого лука. Здесь у нас есть резьба. И, возможно, значит, тут установлено стеклышко, на которое вклеен светодиод. Это простое стекло, у него нет диоптрий. Есть возможность установки в прицел линзы с диоптриями. Фиксирующее кольцо уже в комплекте есть. Просто выкручиваете, вставляете линзу и фиксируете. Дальше регулировки у нас на коромыслие осуществляются следующим образом. Вы освобождаете фиксатор и перемещаете колесо. У вас иголка двигается по шкале. Происходит движение прицела. Все, вы выставили нужное расстояние 60 ярдов и фиксируете его. Дальше. Движение здесь осуществляется щелчками. У системы очень маленькая градация хода. То есть, можно прям щелк-щелк-щелк потихонечку. Опять же, освобождаем винт. Освободили. И идет движение. В начале вы видели, в комплекте также еще у нас идет неопреновый чехольчик на сам скоб. Значит, прицел у нас выполнен из алюминия. Давайте немного про вес. Его вес составляет 360 грамм. Он довольно увесистый, но он очень здорово сбалансирован. Сейчас мы установим его снова на лук и покажем. Маленькая деталька. Линза сюда устанавливается диаметром 1,87 дюйма. Друзья, повторюсь, вес этого прицела 360 грамм. Я бы хотел еще в конце добавить про его баланс. Посмотрите, как здорово сбалансирован этот прицел. Мы установили его на облачный лук. Сегодня у нас в гостях Boatec Realme X. Видите, баланс лука не меняется. В этой плоскости, в этой плоскости. Все, он стоит спокойненько. Мне кажется, что этот аспект очень здорово будет влиять на точность. Собственно, для этого прицел и проектировался. Для очень точной стрельбы на дальние дистанции. С вами был Forrest Home, номер один в России.